Невооруженным глазом видно, что автомобиль абсолютно новый. И посмотрите пробег. 62 километра. Она проехала от автомагазина до гаража и все, после этого не эксплуатировалась. Абсолютно новая машина, которая всю жизнь простояла в сухом гараже. Заводские полиэтиленовые накидки на сиденьях. Это запах новой машины с конвейера. Заводской этот полиэтилен. Шикарный экземпляр, настоящая капсула времени. И нет. Бирочка с названием краски. Видим цвет вишня. Я думаю это один из лучших экземпляров советской девятки, которые вообще существуют в природе. Итак ребята, всем привет. Сегодня будет настоящий эксклюзив. Абсолютно новая девятка вишневая времен Советского Союза. С пробегом рекордно маленьким. Всего лишь 62 километра. И сейчас буду вам показывать и рассказывать об этой машине. Уникальная находка, которая простояла 30 лет в гараже без движения. Вот эта красотка только на днях приехала на эвакуаторе из другого города. Немножко грязная правда, но при этом невооруженным глазом видно, что автомобиль абсолютно новый. Уникальная машина. Я думаю в таком состоянии девяток уже не осталось нигде. Хотя может по гаражам еще где-то и стоят. Но я думаю очень-очень маленькие шансы найти нечто подобное. При этом видим это 1,5 литра. Спутник. Короткокрылая. Видим короткое крыло. И естественно очень крутой вишневый цвет. То есть по крутости я думаю это была самая престижная и самая желанная машина легковая, которая была доступна к покупке в конце 80-х, в самом начале 90-х. То есть я думаю это даже было круче чем Волга. И было тяжелее наверное купить эту машину чем Волгу 2410. Вот такой вот аппарат. Абсолютно новый. Ранняя это девятка. Видим здесь такие отдушины воздуховоды на задних стеклах. Это особенность именно ранних девяток. И посмотрите вот состояние, например, колес, диски абсолютно без коррозии, без ржавчины. Посмотрите состояние вот колесной арки и элементов подвески. Вот стойка задней пружины. Все новое. Все блестит. Единственное надо будет помыть. Ну сейчас мы машину тут как раз и погоним на мойку. Погоним на эвакуаторе, потому что не хочется пробег наматывать. Он здесь рекордно маленький, 62 километра. И посмотрите вот состояние. Тут легкая есть поверхностная коррозия, но на элементах подвески. А арочка абсолютно девственная, целенькая. Шины Белл 85. Еще родные. Сделано в СССР. Видим вот надпись. Вот так вот, даже болты не проживели. Все очень-очень круто. Зеркало заднего вида автомобиля только с водительской стороны. Видим тут стоит заглушка со стороны пассажира. И сейчас давайте еще покажу вам со всех сторон данную машину. И заглянем, наверное, под бампер задний. Посмотрите, как сохранились элементы подвески, ходовой части. Даже выхлопная система абсолютно не покрылась коррозией. То есть, как новое все. Никаких дефектов, изъянов. Абсолютно новая машина, которая всю жизнь простояла в сухом гараже. Вот такая вот девяточка, вишневая, советских времен. И давайте плавно перейдем к интерьеру машины. Тут видим тоже все новое. Заводские полиэтиленовые накидки на сиденьях. Это все заводское. А какой здесь запах? Если бы видео могло передавать этот аромат, то наверняка все бы опознали. Потому что это характерный запах новой лады. Новых жигулей, новых спутников. Именно так они пахли. Смесь пластика, краски, резины. То есть, запах новой машины с конвейера. И посмотрите пробег. 62 километра. Тут низкая панель. Ну, естественно, 90-й год выпуска. Салон оформлен в серых тонах. Тоже материал обивки сидений мягкий. Серого цвета. Тоже абсолютно здесь все новое. Не тронутая. Никто на машине не ездил. То есть, по легенде, она проехала от автомагазина до гаража. И все, после этого не эксплуатировалась. Вот такая вот машина. Давайте покажу вам еще задние сиденья. Так, тут уже по традиции зеркало заднего вида лежит отдельно от машины. Видимо, оно отвалилось, потому что клей пересох со временем. И вот здесь положили. Вот так это все выглядит. Заводской этот полиэтилен. Ковры абсолютно целые. Карты дверей здесь глухие, пластиковые, без вставок тканевых. То есть, комплектация не самая продвинутая. Но в остальном абсолютно новая машина. И давайте откроем капот. Посмотрим, что у нее здесь находится под капотом. Так, открыли капот. И смотрите, тут полуторалитровый двигатель. В девственном состоянии. Мощность его была 73, по-моему, лошадиных силы. Аккумулятора здесь нет. Поэтому запускать двигатель мы не будем. Но, с другой стороны, эта машина и не предназначена для эксплуатации, для езды. Я думаю, она займет место в коллекции. И будет радовать своим именно состоянием, с охраной. И таким вот мизерным пробегом. Так, смотрим. Фары передние сделаны в Чехословакии. И даже поворотники тоже сделаны в Чехословакии. То есть, 90-й год. Вот еще комплектующие из стран соцлагеря. Тоже оптика передняя чехословацкая. Давайте посмотрим. Крышка блока предохранителей прозрачного оргстекла сделана. С пластика прозрачного. Это тоже характерная особенность именно ранних девяток. Вот так сохранились заглушки на передние стойки. Тут много пыли, грязи. Но при этом все новое. И никаких изъянов косметических, технических нет. Наклеечки все на месте. Тут видим фонарь подсветки подкапотного пространства. То есть, очень достойно машина сохранилась. И я думаю, это один из лучших экземпляров советской девятки, которые вообще существуют в природе. Давайте еще покажу вам со стороны пассажира переднего. Откроем дверь. Откроем и покажу машину со стороны пассажира. Интерьер. Так, полиэтиленовая накидочка тут тоже присутствует. Под ней родная обивка серого цвета. И давайте посмотрим, что в бардачке лежит. В бардачке тут сервисная книга. Завода. И руководство по эксплуатации. ВАЗ-309-093. Фирменный мануал по семейству Самара Спутник. Магнитовой здесь нет. Пустая шахта. Так это все выглядит. Давайте открою еще дверь с этой стороны. Покажу вам, как это все сохранилось. Шикарный экземпляр. Настоящая капсула времени. Я думаю, таких машин уже нигде нет. Очень достойный экспонат. Так, давайте еще покажу вам багажный отсек машины. Такие здесь интересные ништяки. Набор для ремонта шин легковых автомобилей. Баночка с краской для локальных подкрасок. Видим тут PPG. Это итальянская. ВАЗ-Россо. Автоэкспорт. То есть такая вот баночка. Еще даже что-то в ней булькает. Ну и тут, посмотрите, заводской комплект инструмента. И давайте теперь посмотрим, что под ковром багажника. Тут мы видим запаску оригинальную на родной резине БО-85. И бирочка с названием краски. Видим цвет вишня. Хорошо очень сохранилось. И сейчас еще посмотрим, что здесь есть. Родной инструмент, я сказал. Ну а в остальном нет никаких изъянов, царапин. Все как новенькая. Такая вот техника. Коробка передач у машины. Пятиступенчатая, уже механика. Видим характерный рычаг. Именно для семейства Самара Спутник. И посмотрите, вот центральную консоль. Стандартная для этих ВАЗовских машин того периода. Руль выглядит идеально. Нигде не затерт, не зацарапан. То есть, как у новой машины. Но, собственно, это и есть абсолютно новая машина. Вот такой вот автомобиль. Вот она красотка. Стоит на эвакуаторе. И вот можете посмотреть состояние. Вот задняя балка, амортизатор, тормозная система. Ниша под запасное колесо. Выхлоп, банка. Тоже посмотрите. Балка в идеальнейшем состоянии. Никакой коррозии, ничего нет. И шины. Диски вообще без визьянов. Арочки абсолютно новые, без коррозии. Задняя стоечка идеальна. Идеально все выглядит просто замечательно. Вот посмотрите дальше днище. Глушитель. Вот так это все выглядит. Порог покрашен с завода черной краской. Вот так он выглядит. Тут ничего не вытерто. Абсолютно идеальное состояние этого покрытия. И давайте перейдем в передние подвески. Тут немножко грязи, но состояние, конечно, видно, что машина абсолютно новая и не эксплуатировалась. Ну что ж, друзья, это был короткий обзор капсулы времени абсолютно новой ВАЗовской девятки вишневого цвета с коротким крылом 1990 года выпуска и с пробегом всего лишь 62 километра. Сейчас мы погоним автомобиль на мойку детальную. То есть полировать мы не будем, просто тщательно отмоем от пыли, грязи и она засверкает. Сделаю для вас еще одно видео с первой мойкой. Ну а на это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч в эфире. Пока.